Вот камера, вот сюда смотри, да, вот сюда. Не надо на меня смотреть. Да, вот сюда, вот, да, вот сюда. Не на тебя. Поняла? Да. Так, приехала опять в лес. Пожалуй, я заведу свою группу ВКонтакте по грибам в Омской области с указанием точных координат. То есть обязательно будет скрин с координатами и обязательно снимки грибов. Потому что та группа там только хвастается. Координаты выкладывают неправильные, если вообще выкладывают. И в основном срутся все. Я заведу точную группу для конкретных грибников, которым не жалко оставить свое место, где они были. И я в том числе тоже буду оставлять все места и координаты точные, точные там, где я собирал. И ссылка на группу будет внизу под видео. На мячи заядлые грибники. Вступаем. Все. Приехали, пошли. Только надо шапку зимнюю, потому что холодище ужасное. На улице плюс семь всего и ветрища. А послезавтра уже снег обещают. А в той группе, где я был, там меня бабы сразу начали обсирать за то, что я написал, что дуньки ядовитые. И в оконцовке вообще там коррумпированная группа. Забазили нахер там. Так вот так. Я создам нормальную отдельную группу, блин. Где все будет честно. Съездил, выложил фото, выложил координаты. Чтобы другие тоже могли поехать. Поехать набрать грибов. Нормально. А не для хвостовца, как там. О, такой груздик уже красивый. Нашелся. Еще один груздик. Я поехал за опятами, конечно. Здесь опята должны быть. Пока натыкаюсь на грузди. Там меня сразу заклевали в той группе. Нахер. Хороший. Где нашел сразу координаты. Координаты выложу. Но в первом же посте. Опа, опнул ногой. Еще красавчик. Класс. Целенький. Все, ребята. Ссылка на группу. Внизу под видео. Отступаем. О, какой красавчик. Целенький. Супер. Эх, наступил, наступил. Сломал кусочек. Отломал. Прямо здесь. Прямо вообще, что за лес такой. Здесь прямо все целые они. Вообще не погрызенные. Один только был червивый. Стороны их все целенькие. Не 1 октября. Вот они, видите, как сидят. На травинках. На таких. Переезжаем еще дальше. Дождик идет. Дождик идет. Пахота. Поля распаханы уже. Заезжаем туда, где никого не было. Еще не ступало. Такой человек. Прямо по краю пахоты поедет. Кривая. Похода, конечно, надо. Тривые есть. Смотрите. Какой. Прямо по краю пахоты. Эх, червивый. О класс! Маленький Кажешь Ветрища вообще жесткая Как будто снег сейчас пойдет Я уже все в зимней теплой шапке Пошли найти невозможно Было у меня как-то одно видео на канале Я снег в Крузе собирал Снег идет, я их из-под снега выкапываю И потом возвращаюсь домой По 5 см снега Это экшен был Вот они коровники для этих Для упертых Напрочь вообще Там органический яд в них содержится Там вызывает Много чего вызывает Короче там 3 яда Их надо отмачивать очень-очень долго Еще не буду говорить, сами почитайте Потому что сейчас опять срач разведется здесь Я не беру их эту гадость уже давно Потому что их можно набирать Багажниками, тазами Они везде даже на скотных дворах растут Хвастаться нечем, как говорится Гриб еще в СССР признан ядовитым А бабки наши брали Потому что жрать было нечего После войны Вот их собирали Я из-за этих коровников Блин и поругался с клушами На староверном форуме Короче, кто за коровники Нам с вами не по пути Можете сразу Выключать это видео И отписываться нахер Я брал Когда в детстве Когда ничего не знали еще С родителями Короче не советую Не советую их собирать Почитайте, кто не в курсе еще А то некоторым расскажешь Они круглые глаза делают А мы всегда их собирали В стае ели Все меняется, ребята Надо быть в курсе событий А не тупо твердить Мы их жрем И будем жрать Жрите, как говорится Дело ваше Ладно, пошли на выход Другой лес Разозлился Коровниками Сраными На всех кремных форумах Хотите поругаться Заведите разговор о коровниках Можно их есть или нет Все Срать обеспечен Но я всегда был На стороне науки Прогресс Не стоит на месте Спасали всегда От всех болезней Чумы От корей И так далее Как раз не бабки А ученые Придумывающие новые вакцины И прививки Так вот Подумайте над этим Убираемся Дождь повалил Уже весь промок Уезжаю по лапке Через какую-то кучу столбов И что И вот он на трассе Возможно еще завтра Возможно Снега не будет Съедем На север он На север Томска Смотрит там опята Ну и все Дальше сезон Походу Закрыт Не знаю Ну я по лапке Еще и на красивый выезд попал До конца маршрута Осталось 200 метров Координатор выводил На выезд Трасс Все Поехали домой спать Так Вот Просили показать Как Марина грибы готовит Это подберезовики Белые Подосиновики Опята Вот смотри Опенок Да Там было чуть-чуть совсем опята Они только пошли Вот И вот эти вот Которые Желтые Подосины эти Нет Желтые Желтые Махайки Махайки Четыре вида грибов здесь короче Четыре Очень вкусно На них приготовила Молодец Прямо я аж опять снова опять есть захотел Лучок И это Грибочки Ну ты расскажи рецепт Как ты готовишь Как ты делаешь Чищу Грибочки Варю Минут двадцать Снимаю Застеснялась Застеснялась Да Потом что Сливаю Прополоскаю холодной водой На сковородке Пожарю лук И потом Грибы туда И пережариваю С перцем Соль Запуталась Засмущалась Малинка Вообще Сегодня Не смогла сказать нормально Это же рецепт Ну ладно Обычный рецепт Мы упрощаем Все равно вкусно Грибочки Несомненно Очень вкусно Должно быть Перед этим Сколько ты их отвариваешь Ну минут Двадцать Они должны кипеть Снимаешь с них Пену И И все Потом Сливаешь И все забыли рецепт И прополоскают Потом ты их жаришь Да С луком Сколько ты жаришь Ну минут Десять Покажи До готовности Как ты их доводишь Ну вот они становятся Зажаристые Видишь Прям Прям Зажаристые Такие Золоченые Вот Значит они готовы Ну все Эти тоже уже почти готовы На них чуть-чуть появляется Вот такая золотинка Да Вот видишь Поголоченные То есть ты их не до конца Зажариваешь Нет Они же увариваются Ужариваются Вот смотри Потом Поджариваешь Да А потом я их перекручу На мясорубке Добавлю чеснок и сметану Деревенскую Получится икра Грибная Не заморская А омовская Ну вот Смотрите Вот 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 Что вы Избухов Хочете сделать Если покушать То помельче Если На зиму Пожарить То Покрупнее Я сейчас Вижу Покрупнее 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 Такой Получается Кручок Покрупнее 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 У груздей Своеобразный Опята С обычными грибами Можно Да У них примерно одна и та же Это И вкусовая И запах Одинаковый Вот У этих четырех видов А грузди Даже пахнут Понюхай Совсем другой запах Не такой Как здесь Вот Покрупнее Чувствуешь Разницу Поэтому Зрители почувствуют Запах Да Разницу Дальше Лук Пожарился Видишь Он какой золотистый Смотри Золоченый Ну да Теперь Оп Груздики Поперчить Посолить Будет Классно Еще я добавляю В грузе Приправу Хмели-сумели Это хмели-сумели Да Ее маленечко Совсем Чтоб вкуснее было Соль И все Сейчас пожарится И будет такой Золотистый Грибочек будет Золотистый И потом Я покажу Все Ну Вот Выглядит Аппетитно Ну да Как картошка Ну да Будем еще туда Картошечки так же нарезать Не будет не отличить Что ты взял на вилку Или картошку Опять на меня смотрит Или Вот я на тебя Через камеру смотрю Видишь Вот сюда смотри Пожалуйста Да я не тупая Просто Мне легче тебя найти Глазами Зачем ты мне Рассказываешь Если я от тебя снимаю Ну Ты же со мной разговариваешь Я тебе и говорю И на тебя смотрю Что тебе не так Что тебе не то Туда не смотри Что не делай Сколько будет зариться? Минут пять Они вот золотые Они золотые Они золотые Как лучок Почти Не показывает Когда задаешь мясорубку Вот у тебя есть мясорубка Собирает мясорубку Собирает мясорубку Да Я собираю мясорубку Тут главное Правильно вставить Ну это всегда Да Главное Нифига У тебя мышца Смотрите Видно Мышца у него Банка Смотрите Ну что там Что банка большая Укол не ставила Никакой Нифига себе Мышца Мышца Там тебя научат И мышцы твои научат Так Вставила туда Вау да С фрезой Крышку вставила Я даже не видела эту мясорубку Ты где ее взяла? Я тоже вообще первый раз вижу Ты где ее взяла то? Я не знаю Вот же наша мясорубка Я знаю Это откуда появилась? Я не знаю Я ее там нашла В смысле? Понятно Такое бывает Вторая мясорубка появилась новая Ну что себе Да? Ну Я даже не знала что у нас есть О А как я крутить то буду? А у меня теперь же крутить то негде Во С этим у женщин это проблемы Крутанула влево Видели? Ничего Ничего Так Ну все Сейчас как замещаю Замещаю Все Даем 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 Вкусно Даем Давайте Хочешь покрутить... Хочешь покрутить? А? О, а ты умеешь крутить? Ага Ничего себе, стой, я еще на лозу Я специально нож взяла покрупнее, чтобы чувствовала, что это грибы, а не какая-то там пюреха Молодец Крутит Давай еще Главное телефон не разбить этой палкой Не, ну он слишком дорогой Стой Оп Как члакает Давай еще Оп Ну что мне с тобой быстро на вдвоем Молодец, Ёша Помощник Ага Все? Не, а еще Я уже устал В смысле? В каком смысле устал? Ты серьезно что же? А ты же половину еще даже не прокрутил А тут немножечко совсем Да оно крутится даже легко Мне это очень тяжело Ну тогда я силачу вообще Видал, как я быстро Это, короче, будет Икра Это будет икра грибная Я туда добавлю свежий чесночок И положу еще сметанки деревенские Все это перемешаем И запросто съедим за раз Вообще На хлебушек мажешь И, ну, так вкусно Ну, да Все Мы с тобой, младшие Молодцы Все Ура Во Все, грузик готовый Смотри, видишь, как они готовы У них золотистая такая корочка появляется Видишь? Вот и как я должна найти там телефон Ты думаешь, я знаю, где он там? Надо камеру побольше Все Готово, смотри С красной лампой Выключаем Все? Можно, давай, кушать Кушать подобное Будет контур Ну, потому что я косая Видишь, со зрением Ну, вижу, да Касая Набросая примерное расположение Это Брэд Питт С папиросой Стилизованный Из фильма Бойцовский клуб Его роль В Бойцовском клубе Ты черный не можешь Крану положить Не просвечивать, да? Ты делаешь так Чтобы не сбиться с пропорцией Потому что я очень часто сбиваюсь С пропорцией Понятно, да Покажу вам, как Миша делает уроки Смотрите Миша делает уроки Смотрите Молодец, Миша Молодец Все готово Температура 69 градусов 84,71 градуса 75 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok